Продолжение следует... 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 Может, микрофончик взять, или нет? Я хотела сказать историю. Можно рассказать? Нужно. Но это слово о том, как мечты сейчас бывают. В семнадцатом году, в мае, я была в Турции первый раз на море. Я первый раз в 52 года внезла море. Я так влюбилась в море. И в этом же году, в октябре, получилось так, что я приехала в Сочи на месяц. Октябрь – это бархатный сезон. Ну, такая теплота по сравнению с Эренбургом. И на Красной Поляне я прям любилась в горы и море. Но у меня сейчас до сих пор даже было сразу. Я так это люблю. Далее. На Новый год дочь мне дарит путевку в санаторий Октябрьский. В прошлом году в январе это было. Я приехала, я в голове поставила галочку. Это мое. Это моя любовь. Я здесь хочу быть. Было холодно. Я замерзла в Сочи в январе. Но мне очень понравилось. Далее. В феврале на Ютубе встречаю женщину. Я не знаю, откуда появился мой взгляд. Артопоксар. И там женщина после пятидесяти говорит о том, что у меня есть несколько дней. Понятно, что у меня взрыв мозга. Меня шокирует. Другой души я не поняла, что это такое. Через какое-то время, через несколько недель появляется Англова. Эту девочку я слушаю в захлёб. Это мои мысли. Это мое то, что душа требует. То, что я хотела слышать. Это как-то у меня не было. В мае один из эфиров. Она предлагает реклит. Я одна из первых записала. С денег не было. Возможности вообще не имею в Сочи попасть. Но я так сильно хотела в Сочи. Далее в мае. А, до мая еще происходило самое непонятное. Святой. До того, как я женщину услышала. Я не помню его фамилию. Это когда-нибудь апостол. Как? Семей. Нет, нет. После 50 она взрослая уже. Возраст. Ну, как-то мы себе находим уже. Да? То, что по-моему. Вот. И до этого еще у меня случился сад. У меня шесть внуков. И я их кормила. У меня дочь занимается бизнесом. И я ходила каждый день как на работу. У меня пенсионерка. И я каждый день их кормила. Ходила как на работу. И я понимала, что я их кормила. Я приготовила. Они очень любили, как я готовила. А я только пробую во время готовки. А потом не ем. Не хочу. Я не понимала, что такое. А туловище вот так ползет. Я очень много пила. Кстати, сейчас не могу. И здесь у меня был всегда больше 60 кг. Я не понимала, как это так. Я не ем, а у меня... И потом, когда я эту женщину уже услышала, я поняла. Вот, оказывается, почему я не плачу. Наверное, в эту сторону надо заглядываться. И когда я записалась в мае на ретрит. В сентябре я прилетела. Светлане. Светлане. Ирина. С Ириной познакомилась. Такие ребята там хорошие. Я первый раз не ела 5 дней. И я ни разу не вспомнила о Иде. Настолько была плотная, интересная программа, девочки. Ирина такие игры проводила. Светлана такие осознания дала. Вот, ты сейчас сказала, что ты была потеряшкой на боли. Я вот на этот ретрит, я потерялась полностью. Я не понимала, кто я, зачем я. Потому что, когда у меня случился кризис в 15-м году, у меня тогда уже начались вопросы в жизни. Для чего я живу? Как так? Везде выросло, внуки есть, я все люблю. Ну, я не понимала, куда двигаться дальше, что делать. Ну, вроде пенсионер, вроде отдыхать надо. Дети обеспечивают. Мне это не нужно. Ну, как бы внутри я понимала, что я еду не хочу. И вот на ретрите я не ела очень долго. После ретрита, я думаю, Света, тебе будет интересно узнать. Меня дети отправили вообще-то отдыхать сюда. И никто не знал, что я не вернусь обратно. Я только знала. И когда после ретрита я в лоу еще отдыхала месяц. Октябрь. Я практически не ела. Я перешла на чай. Я привезла с Оренбурга свои тракты любимые. Мят, Радушица, там еще что-то. И, короче, я пила только чай. Я с 60 ушла в 48-49 килограмм. Ну, через два месяца. Первого ноября я приехала сам в Сочи. Потому что дочь говорит, почему ты в лоу сидишь? Ну, отдохни в Сочи. Это же Сочи полюбия. Я приезжаю в Сочи. Меня еще здесь... Ну, пенсии 10 тысяч. Кто знает, пенсия не расхватилась. Это не очень много, да? И дети мне, конечно, помогали. Вот. И в ноябре, когда я здесь отдыхала на море, я еще ходила в оккупации. И последний раз в 17-15 минут. Я приняла решение, что я уведу на работу. И я не хочу на сад. Я стою в Сочи. Я вышел в детский сад в частности. Я счастлива. Я работаю с детишками. С едой у меня романс, ну, как-то еще продолжается. Но я очень легко... Первый раз за три года я держу мусульманский пост. Первый раз в году я очень легко его принесла. Очень хорошо принесла. Но потом я в мае поехала домой на майские праздники в детях. И я за четыре дня набрала четыре килограмма. Представляете? Так было. Вот. Сейчас я сохраняю, как-то могу есть. Мне есть два-три дня спокойно. А больше, ну, только на репети. Вот. Поэтому изменения есть в жизни. Я такая счастливая стала. И я очень много хожу пешком. Я на работу пешком, с работы пешком. Я на море постояла. Светлана – это мой пример. Заразительный. Хотя она мне очень радует. Вот. И дети удивляются. Мама такая счастливая стала за столько лет. И это правда. Вот такой вот. Интересный. Это, кстати, благодаря Светлане. И благодаря вот тому напряжению. Которое написано. Спасибо тебе огромное светло. Благодарить тебе всю жизнь. И, честное слово. И буду всегда рядом с Светлана. Спасибо. Спасибо. Хочешь что-нибудь рассказать? Побелись? Угу. Можно микрофончик? Да. Хочешь? Иди ко мне. Какая красивая. Стоять. У меня в сети очень сильная идея, я изучала всех коллег, Светлана тоже слушала, но посмотрела на цифру. Я думала, нет, как-нибудь сама, но потом я жила с мужчиной, от которого очень сильно портила, я взорвалась к свободе, и для меня слово «автономия» бывает, а сильно портила, и тут вот, знаете, Светлана все-таки попала опять в такие партии, я смотрела, 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 и там тоже приглашение было, записался на телефон, и приглашение было на людей. И меня как заколпатилась, как прям, я не знаю, какие чувства, у меня как серьезные, как раз эффекты, там было как раз чувства, эмоции. И, в общем, я спрашиваю, Светлана это чувства, у меня были, у меня так, ну, очень сильно, ну, прям, не сдерживалась тема, все, прям, так, из природы, ваше, куда надо. Светлана говорит, надо, Светлана, как же быть, пенсия точно такая же. Почему она сказала? Она говорит, у меня скидки нет, но есть разручные. И на моих условиях, я прям легко согласилась, и главное. То же самое, пять дней, я там не ела, почти никто, я не знаю, там очень редко почти никто не ел, и вообще не хотелось, ну, совершенно. И все люди были заняты, спали мы тоже немного, некоторые в море купались, я, например, ну, вообще было. Вот, самое интересное было, а, у меня, опять же, такие, вырвался вопрос на сильных эмоциях, я начала отвечать, как же так, я так хочу понять, кто я, я так хочу познать себя, почему у меня это получается. Я так хочу стать автономом, я и говорю, потому что, и Светлана начала сцепить вопросами. Там фокус в том, что в поле Светланы, допустим, я себе эти вопросы сама себя потрашила постоянно, кто я, чем я, как я, почему я, в каких-то рамках живу, ну, не устраиваю жизнь. Но мозг-то выкидывает все время, куда-то, и ты вроде как задаешь эти вопросы, а потом начнешься, ты уже вообще-то не думаешь. Светлана не дает идти, она фокусирует на том, что тебе нужно. Постоянно вопросы, много-много, я задаю ей вопросы, она мне в ответ, и уточняет, и уточняет, и уточняет, пока от не дойдешь. И так же вот в этом вопросе мы все-таки, ну, все мы, кто были, Светлана сказала, в конце концов, что такое, сейчас спрашиваю, Создатель, как это все выглядит, как он к нам относится, как можно через это вообще жить в мире и общаться. Это просто удивительное открытие, у нас там даже такая тишина повисла очень сильно. И когда Светлана вот так вот мне дает эти вопросы, то и побивает тебя относительно, что ты хочешь. Очень сложно с тобой сформировать вопрос, что ты хочешь на самом деле. То же самое, как с этой же свободой. Она говорит, а зачем тебе свобода? Я говорю, ну, чтобы мне не зависеть ни от кого, а оказывается, такого не бывает, да, от кого-то или от чего-то будет зависеть. Вот. Но с этим вопросом я разобралась. Да, свобода, вырвала себя на свободу, а что делать? А у меня нету этого, что делать? Я думала, свобода, вот я вот, а по-моему, свобода. И все, а что дальше? Непонятно. В общем, вот этот вот фокус. Также нам Светлана рассказала, кто мы, откуда мы взялись на Землю, пришли. Оказывается, среди нас там было сколько-то, 15 человек. Всего трое было в Землянке, тоже очень интересно, все откуда-то пришли, и для чего тоже нам рассказали. Тоже был интересный момент. Вот. Я все, мы все разбежались. Ну, я думаю, что я главное сказала, ну, тебе благодарна за главным тебе. Сейчас я пойду на свое место, ты, пожалуйста, ответи на вопрос. Вот я также задаюсь вот эти вопросы, когда хочу, по сути, докопаться. И вот до самой, ты мне также говорила, чуть-чуть мне не хватает. Мне кажется, у меня будет какой-то страх себе. Вот. Я бы хотела узнать, страх чего и не хватит собой от него. Ну, когда мы с себя не можем в чем-то договорить, допризнаться, доделать что-то, это же не про то, что у нас нет этих знаний. Это как раз про то, что нам неудобно эти знания себе открыть. Представляете, мы себя взращивали сколько-то лет, там, 10, 20, 30, 40. Мы с тобой знакомились, мы себя делали. Мы какой-то себе там вкус придумали, какое-то свое окружение, место жительства. А теперь раз, нам говорят, а ты хочешь познакомиться с собой, ты другой. Кто готов полностью перечеркнуть все, что он знал до этого. Конечно же, мозг начинает блокировать. Он говорит, нет, 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 ты что, нам так хорошо. Зачем тебе это нужно? Давай побудем в этом состоянии. И все, и мы начинаем крутиться в поиске того, чего мы уже давным-давно нашли. Как ты будешь жить с новой собой? Ты со старой собой не можешь совладать. Хотя ты ее практически уже знаешь. А тут новая. Это же про готовность идти в нового себя, потому что старого-то никогда не существует. Что такое я? Это всегда то, чего нет. Потому что кем-то знал себя, его уже нет. И снова нет. А готов ты себя познавать в каждом моменте? Или готов придумывать себя? Мы же чаще всего где живем? Мы же живем либо в прошлом, которого уже не существует, либо в будущем, которого еще не существует. И поэтому мы всегда несчастливы. Потому что мы не можем прочувствовать здесь и сейчас. Когда мы не живем чувствами, мы несчастливы. А чувствами можно жить только в настоящем моменте. Все остальное мы себе придумываем. А когда это еще и не сходится, то это вообще-то же коллапс. Нет, это вообще не пройдет. Еда – это просто мой образ жизни. Вот я даю вам себя. Себя. Не мой опыт. Вам мой опыт зачем? Это же мой опыт. Это расписание. Да нет, ребят, у меня расписание. Никогда не было, никогда не будет. Всегда только в потоке. Я вижу, какая группа. Группа сама направляет, что ей нужно. Нет, у меня, конечно, на сайте написано, но потому что так должно быть. Люди не понимают, куда ехать. Но не понимают чаще всего тех, кто меня не знает. Кто знает, они уже понимают. Сейчас приедут и уедут просто другими. Уедут просто с собой. Свет, а специально ты можешь приобретать роти и веки. Они расскажут примерно, как был распорядок дня. Как у них у всех по-разному было. Утром встаем, встречаемся. После встречи отдыхаем. После отдыха встречаемся, после встречи отдыхаем. И вы на месте. Естественно, ребят, как оно проходит? Сначала идет знакомство. Потом я через знакомство узнаю вас, узнаю, вижу ваши вибрации. Потом мы начинаем общаться, раскрывать вас. День на третий вы уже вскрыты. И когда вы вскрыты определенными инструментами, я вас погружаю в состояние, где вы погружаетесь в свои клетки. Это не образно. Это в прямом смысле этого слова. Вы погружаетесь в свои клетки. И там вы формируете нового себя. Это вы потом можете делать уже и после ретрита. Неважно. Я просто вам показываю, как это делается. И потом вы уже уезжаете. Вы знаете, как работать с вашей физикой. Вы знаете, как работать с вашей психикой. И у вас проходит состояние «Верю, не верю, хорошо, плохо, знаю, не знаю». Тогда вы начинаете возвращаться к себе. Потому что у самого себя нет хорошо или плохо. Это всего лишь придуманное нами для нашего удобства. Это социальная программа. Это для кого-то, например, смерть человека, да. Вот у нас это горе. Все у нас горюет там. У нас все в черном. А в каких-то других культурах смерть – это хорошо. Он перешел на новый уровень. И там танцуют. А факт один и тот же. Человек ушел с своего тела. А результат разный. И вот какой результат вы будете придавать своему, свои действия, каждому своему действию, такое будет ваше восприятие, ваш мир такой будет. И мы учимся быть самими собой. Самими себе, да? Какая миссия твоего любви? Я же сказала, скрыть вас. Я хочу жить в основном обществе. Я хочу, чтобы мои дети жили в основном обществе. Я хочу, чтобы мои дети не видели, что можно прийти к определенным состояниям через наркотики. Я знаю, что это можно сделать через чистое сознание. Я знаю, что они могут увидеть другой мир. Не тот, который им нужно всю жизнь работать, чтобы заработать на что-либо, а чтобы быть в процессе. В процессе познания себя, в процессе познания этого мира. Кто им этот процесс может дать? Только осознанные родители? Осознанные родители. Нет, ни в коем случае. Какая разница, что в себя впихивать? Это же, смотрите, как говорят, а что такое осознание? Это нужно обязательно не есть и не пить? Да нет, просто у меня другой образ жизни. Но мне так хочется. Вы же, когда садитесь к человеку, вот вы, например, пьете чай без сахара, он с сахаром. Вы же ему не начинаете, вот, это что с сахаром? Это что, сумасшедшие? Это же белая смерть. Вы же этого не замечаете, потому что это, в принципе, норма. А в нашем обществе почему-то не норма, что кто-то не ест. А по большому счету, это норма. Загляните в интернет, посмотрите, сколько таких людей, посмотрите, сколько, как сейчас очень много показывает племен, в том, где не спят вообще. У них нет этого культуры, чтобы какой-то был сон. И это для них тоже норма. Мы же сами себе выбираем, что такое для нас норма. А норму мы для чего выбираем? Чтобы себя ограничить. Если у нас есть норма, значит, есть ограничители. А для чего мы себя ограничиваем? Чтобы найти себя. Потому что мы по рамкам, по этому заборчику, можем себя прощупать. А если забора нет, то где я? Это ж нужно к себе, к такому привыкнуть, к такому масштабу самого себя. Спасибо. Спасибо. Используйте. Да, это не секрет, я все время об этом рассказываю, наверное, в своих эфирах, это просто видение снаружи, это про другое. У тебя нет уже вот этого, смотрите, многие люди к к чему стремятся. Вот я хочу там научиться вот этому, вот я хочу научиться вот этому. Когда ты приходишь к определенным состояниям, ты не хочешь научиться. У тебя это есть, у тебя нет желаний. Что такое желание? Желание всегда это то, чего у нас нет, ты не можешь желать то, чего у тебя есть, если у кого-то еще есть желание, значит твой мир не изобилен. Значит, в твоем мире чего-то не хватает того, чего ты желаешь. твой мир не изобилен, чего ты хочешь желать. у тебя все есть. Про какие инсайты ты говоришь? Ты сам инсайт. Ну, я про это и говорю. А ты про инсайты про какие? Ну, например, я сижу и у меня тут раз и два миллиарда долларов на ладошке. Ты про какие инсайты про инсайты про инсайты. Коgew아, ехать college планируешь на д身 в том, что ты и падаешь Да я вообще не отвечаю, ты в каком сейчас такой мощных necess Democratic Party boundary dür milk слушаться. Да я каждый день об этом говорил. У меня же практически ежедневные эфиры. я говорю я вас раскрываю для меня это первостепенно ну конечно поэтому я вас и раскрываю через себя ты не слушал мои эфиры ты не знаешь вот поэтому ты задаешь столько вопросов которые уже есть ответы на мне посмотри несколько эфиров может быть интересно приезжай на и и там все же но автономия это жизнь без еды и без жидкости для чего для чего ты это хочешь да но не ешь да ты хочешь не есть или не похудеть подожди ты уже про другое это не про это нет 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 смотри ты уходишь другой ты уходишь в технику ты либо ты идешь на сочувствование себя и ты идешь через другое либо ты идешь на технику и ты просто будешь механически не есть и не худеть чтобы что а ты подумай а потом себе задашь вопрос нужно тебе ты не про то идешь и сбрасываешь вес потому что у нет запроса зачем ты куда идешь у меня на ретрите кто не кто не кушал ни один человек не сбросил вес ну критически по крайней мере потому что там не про еду там не про вес там про осознание это другое ты сейчас говоришь про механический процесс вот если я не буду есть у меня там исполнится что-то такое что я себе загадал но я не могу это сделать потому что я худею а ты худеешь потому что у тебя просто не тот у тебя вопрос вообще не в еде ты себе придумал что если ты это сделаешь то будет вот это это знаете я раньше когда я еще жила на урале и если у меня намечалась какая-то крупная сделка прямо такая достаточно крупная на несколько миллионов миллиардов и я себе делала запрос что у нас был такой огромный стадион я себе делала запрос я всегда бегала по 20 кругов я думаю если этой сделке быть вот она должна состояться она состоится обязательно если я побегу 40 кругов 60 кругов да я доползала эти 60 кругов но это я себе установку делала я выходила на эти сделки но выходила же и не из-за того что я пробежала эти 40 а потому что я свое сознание перепрошила и перепрошила перепрошила через осознание того что может моя физика через мой дух ты сейчас прикрываешься жизни без еды но ты не разобрал к чему ты идешь да если ты просто хочешь не ешь ну хоть и не ешь если я просто хочу в туалет я же не говорю что я хочу в туалет я сижу уже например сутки да я хочу я иду в туалет хотеть в туалет и идти в туалет это равное ты говоришь вот я хочу не есть не ешь что тебе мешает выполнить свое желание это твое желание это неправда так ты хотел не есть или ты хотел весь сохранить то что он не должен быть чтобы или есть что он должен не запоминуть не только не воспоминуть и не воспоминуть я не воспоминуть за такое имея в виду запоминуть и кремль болеть а да и это не количество мы хотим это пытаться быть как-то можно делать я молотал по всем и там где-то Я тебе все конкретно был, входил именно вправо. И вот так, что у меня не пошло. Потому что ты вправо не входил. Не вправо, а вправо. И вправо даже тебя не возило. Я тебе больше скажу. Да хоть как. Ты же уходишь от ответов. Я тебе задаю конкретные вопросы. И ты все время уходишь. Потому что тебя запрос вообще про другое. И ты его разобрать не можешь. Мы сейчас не разберем его. Здесь много народу. Не факт, что это кому-то нужно слышать свои ковыряния. Я вообще ничего не хочу. Я даже не беспокоюсь. Это ты беспокоишься. Тебя беспокоит вес. Тебя беспокоит правда. И ты не можешь разобраться в себе. Но ты и не хочешь туда идти. Ну, если бы хотел, был бы там. Человек, если что-то хочет, он это делает. Всегда. Нет ограничений. А что значит не смог? Какие ограничения ты себе поставил, чтобы потом оправдаться, что я не смог? Ну, кто-то верит, что они смог добежать? Бегал. Ты понимаешь, что там разные этапы есть, да? То есть в какой-то момент, особенно если ты начинаешь работать, в какой-то момент, кажется, у тебя нет силы и думаешь вообще, нафиг нет. Там разные. У всех по-разному, конечно. Проходит, я сейчас про себя говорю. Потом добегаешь. Ну, вот я тебе еще раз, я же привела пример, что если мне что-то нужно было, я бы на ушах добежала. Но я бы добежала. У меня, знаешь, в компании какое было? У меня нельзя было быть не вовремя. Не вовремя ты мог быть, только если ты был мертвый, и все, кто тебе разрешил умереть. Что значит, вот меня там подрезали, вот сегодня скользко, сегодня на что прогноза нет. Мы где-то живем в каком-то месте, что мы не знаем, что в определенное время нужно резину поменять. Нет такого, что нужно выехать пораньше, потому что могут быть пробки. Мы же это все знаем. Если с нами это случается, это случается только лишь потому, что мы не принимаем ответственность за себя, на себя. Ты не принимаешь ответственность за себя, на себя. У тебя обстоятельства, ты перекидываешь на обстоятельства. Вот я лишь могла. Ну, куда? Кто? Как? Не подготовился? Значит, тебе это надо было, значит, тебе это было удобно. Ты можешь себя оправдывать хоть сколько, но ты не будешь ближе к твоей цели. Причем цель – это конечный результат, да? Все мы знаем. Да. Если вот информация не знакома, вот, что вы проводили, вы будете встретить, вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, тогда вы будете использовать? Нормально все. Единственное, что дети, когда проходят обследование, у них написано официально, ЖКТ не разные. Есть, например, у них нет, где-то там обратились. Ну, есть, живут. Я еще раз говорю, таких людей много, просто они не все, вот, как я там, вещают. Очень многие, большинство, они вообще живут сами по себе, им это не надо. Нет, нет, ребят, этого ничего нет. И когда вы будете, ну, когда вы сможете видеть это все, вы понимаете, что такое вообще вот эти все вирусы? Вирусы, которых не существует, и как нас готовят к этим вирусам? Это же была подготовка глобальная за несколько тысячелетий, к определенным сейчас, к следующему готовить. Это же все в подготовке, и вы все просто будете видеть. И своих близких вы спокойно можете блокировать, чтобы у них этого не было. Теперь мне больше не нравится, а вообще в целом Человеческом объеме действует на смешках. А, опять же, в приходе, чтобы не снимать себя вот такие, чтобы этот слов не только обычная декормия, какая я не знаю, обычная ответственность или нет? Возрастов нет? Да, тут Юлечка сидит на косметологе, это просто волшебница, поэтому, если кому-то нужен косметолог, если у Юли есть запись, пожалуйста, ничего лишнего никогда не посоветуй. Да, они же показали все, не только BlueSIM, несколько фильмов, у нас очень много фильмов, где, в принципе, раскрыта вся информация, она даже не прикрыта, но сложнее всего, что найти, то, что лежит на поверхности, правильно? Да. Это твоя потребность на данный момент, твоего физического тела. Ты ее можешь не желать, ты можешь смотреть на эту еду и говорить, блин, ну не хочу я есть, ну не могу, прям меня стрясет, у меня слабость, у меня еще что-то. И есть. Но это не про желание, ты же не ходишь, не желаешь ее. У тебя же нет такого, что, ой, да какие нафиг тухли, какая нафиг боли, еда, вот это да. А что ты желаешь, что у тебя нет, чего ты не можешь позволить в своей жизни? Ну, почему, ну, почему ты себя так обесцениваешь? Ты недостойна? А почему, когда у тебя этого нет, в чем ты себе врешь? А страх, он существует? Ну, я уже слышала, что нет. Мы же прикрываемся только страхом, как одеялко. Вот мне страшно вот это. А что такое страх? Страх даже никто не может описать, какие чувства вызывают. Мы собираем, это собирательный образ, причем у каждого свой букет. Каждый страх, это, например, там, волнение, там, потеют ладошки, там, еще что-то. То есть мы приписываем то, что мы чаще всего чувствуем, плюс-минус в этом состоянии. Причем это состояние может меняться. Но мы его все равно назовем страхом. А по факту, вот страх, то есть потеют ладошки, это что такое? Это влажность на руках, на коже. Вот и все. Это не страх, это влажность на коже. Страх одним словом ты назвать не сможешь. Ты всегда будешь в букет целый собирать. Почему? Потому что его не существует. И вот почему ты себя так закрываешь? Почему ты себя считаешь настолько недостойной? Почему ты обнуляешь все пространство вокруг себя? Ты же все вокруг себя обнулила, что ты не можешь взять. Тебе все пространство. Хочешь квартиру? Вот тебе новостройки. Вот тебе миллион квартир продается. Вот тебе это, бери. Ты говоришь, не-не-не, я заработаю. Тебе говорят, ну и... Ты че? Тебе говорят, ну бери это. Ты говоришь, не-не-не, это я тоже. Вот потом это я не могу, это я не хочу, это мне нужно поменьше, тут попроще. И потом вселенная говорит, а ладно, потом скажешь, как нужно. Что мы себе не позволяем? Быть счастливым. К вам приходят люди, да, ваши люди. Если человек ощущает, что у него все окей, норме, не все прошли такой пирож, который был у вас, наоборот, жизнь и смерть, да? Не у всех такая программа жизни. Кто-то пришел, что я поэкманусь от этой жизни. Не здесь же такие. Да, конечно. Вы просто улыбаетесь и не выгибаете, что это не ваши люди, да? Почему? Они со мной всегда. У меня все больше и больше таких людей, именно самодостаточных, которые себя уже познали в этом мире. Я каждый день с такими знакомлюсь, каждый день меня все-таки люди окружают. Это клево. Мы же расширяемся друг через друга. Как ты себя сейчас ощущаешь? Потому что ты гармония, разума, душу и тела. Если это... Не счастлива? Конечно. Нет, я конкретно вот про эту гармонию. Я говорю все гармонии. Во всех смысле. А как ты чувствуешь, что тебя освободилось, что вся эта сеть, программа, ограниченщики, выжили, установки, сети, 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 Ну, какие могут быть программы? Вы говорите, что какие-то какие-то программы? Нет, нет. Бывает, что... Нет, у меня бывает, что у меня могут, может вывести только файл у моих детей. Ну, да, у меня бывает, что прям... Все остальное меня никак зацепить не может. Значит, получается, что... Но дети, это же я, я же сама с собой, это же... Ну, это же не про раскрытие, это же частичка меня, это же я смотрю, я же вижу... Смотри, вот у меня, например, ребенок, да? Вот он два дня подряд чистит апельсины, и досочку, на которой чистит апельсины, кладет на пол в сторонку, чтобы не уносить ее на кухню. И она уже... Я вечером прихожу, она стоит. На следующий день прихожу, уже новая стоит. И у меня тут есть выбор. Либо мне сказать, какой ты молодец, сейчас в комнате пахнет этот цвет. Бегут муравьи, кошка все разнесла, какой кайф. А можно сказать, взял и унес. Можно сказать, и махов. Это же всегда мой выбор. То есть, если кто-то другой, я на это не отреагирую, это не в моем поле. А они же есть и я, это же проявление меня. Это то, что я бы сделала. Но я бы себя смогла контролировать, а он в силу своего возраста не может. Это всегда я. И у тебя всегда есть выбор, раздражаться на это или нет. Я редко раздражалась. Но я говорю, все, что меня может вообще, в принципе, вывести в какое состояние, это только дети. Сыновья, все. Что-то для мат. Мат? Смотрите, мы очень часто любим говорить, что мат это несет какую-то вибрацию, несет такую вибрацию. А по факту мы даже не знаем, что несет вибрацию слово счастье. Ведь нам же не обязательно говорить, чтобы вибрационно с кем-то общаться. но когда кто-то слышит, как, блядь, кто-то сказал, «Марк», все сразу же, «О, не-не-не, я не такой, я вообще не отсюда». Не, нормально. «Марк» «Марк» «Конечно». «Конечно». Нам нужно что-то объяснить, что-то кому-то как-то. Это так, понял, это так, понял. Но ты же можешь в любую форму перетрансформировать вибрационную волну. И все, и у тебя будет абсолютно другое значение хоть чего. То, что изначально изменялось как оружие. Конечно. Но мы же этого не знаем, мы же сейчас это просто... Ну, это же опять же восприятие. Насколько ты готов воспринимать этот уровень? Это не совсем мы видим. Это то же самое, что когда ты говоришь, например, «я русский», или «я рус». Это же разные вибрации. То есть «я рус» это заложено в генетическом. А «я русский» это перефразировано на определенном слое, когда нужно было нашу территорию, то есть Россия это же не страна, это территория, все мы об этом знаем. Ее нужно было вывести на другой уровень восприятия, других вибраций. Тогда это поменяли. Мы можем разговорить вообще каждое слово. Я могу поговорить на любых тем, только смысл. Как ты относишься к растению силы и шаманские практики? Ну, шаманские практики я их очень хорошо вижу, но от растения силы я их не пробовала. Я уверена, что можно в любое состояние выйти без них. А все, что касается... Ну, например, если мы говорим о... Давайте возьмем самый элементарный бубен, да? Есть бубен звуковой, который ведет на звук нашей планеты, на которой мы находимся. А есть вибрационный бубен, который свою вибрацию объединяет с вибрацией Земли. И ты их тоже можешь видеть. Например, на этом рекрете у нас будет и звуковой бубен, и вибрационный. Смотри, смотри глубже. Все есть звук. Глубже заглядываю. За звуком что? Время как раз не существует. Время не существует в этой подности, только время существует. И все. Это я все прекрасно знаю. Это же в другой подности. Но ты переходи туда, и там не будет. Это же только здесь для обозначения тебя, где ты есть. Другого же нет. Почему нет? Все мать. Все это и люди. Хорошо. Пусть будет это все и люди. Но ты же в этой и люди сейчас находишься во временном контексте. Мы можем это глубоко уйти туда, только это тебе ничего не даст. Это не здесь некая разнообразие. Так, диняк, ты задаваешь вопрос про Всевышний род, что-то там божественное. Важно как? Он таким образом делает многообразие через меня, через себя. Мы его... Но вот смотри, ты в это единство ты веришь? Я не вижу. Как ты его видишь? Отсознаю или про Душу. Отсознаешь или видишь? А это как, ты можешь так, можешь так, можешь так. Можно сказать, что... Но вот смотри, ты пораврения сказал, что это вот конкретно есть вот это и это. А про другой вопрос ты говоришь, ну можно и так, и так. То есть где-то так, а где-то вот так. Так вот, поэтому я тебе и говорю, что мы сейчас туда не углубляемся, чтобы не играться, чтобы быть вот на этом уровне, осознаем, в этой плотности. Нам нужно в этой плотности себя осознать, чтобы пойти туда, про что ты говоришь. Ну это вообще проводник. Это в этой плотности нам оно дано, чтобы чувствовать, ощущать, чтобы через него познавать те процессы, которые мы можем познать здесь. Как только вы познаете эти процессы, вам не обязательно в нем находиться. Кому познание зачем? Я познаю. Я сейчас его передаю. Я сейчас познание передаю. Нет, я открываю вам ваше познание, передайте через мое познание. Только так вы можете находиться в других плотностях. Я же еще раз говорю, вот у нас пространство, оно единое. Но в этом едином пространстве, это никто-то называет матрицей, кто-то еще хоть как можно назвать. Разные плотности. И вы не перейдете никогда в другую плотность, пока вы не познаете себя в этой. процентах, что значит, насколько уверены? разные плотности, есть разное понимание, есть разное образование. Вы сейчас на каком, в таком теле, там, сейчас тут вообще где вы? Я здесь с вами. Да. И что такое, что такое, что такое, что такое, Я ее никогда не видела. Слышать много слышала, но никто мне ее не показал, ни разного. Мое тело состоит, кожа, кости, кровь. Как что? Кожа, это кожа. Я же не врач, вы можете это открыть в учебнике анатомии и посмотреть. А я на этом говорю, я решила, я вас всегда возвращаю сюда. Вы хотите улететь куда-то отсюда, не познав себя здесь. Чтобы что? У вас? У кого кушать хочет? У кого кушать хочет? Кому должно? Я же вам ответила. Вы любите свое тело? Ну, конечно. А как вы? Целую каждый вечер. До куда дитягиваю? Я же вам сказала, для познания этой плотности через тело. Через тело. Вам мозг для чего? В то же время вы отказываете тело не... А я пел. Когда отказывается тело? А при чем это? Ну, вы же свою одежду тоже не кормите, но вы же от нее не отказываете. Каждый день еще и докупаете. А тело? Оно тоже так же в социуме. Ну, у кого требуют? Вот я еще раз спрашиваю. Если у вас требуют, я же не против. Ну, у вас такое требовательное. Мне вот не требовательное досталось. Кто? У меня как минимум два. Да, у меня два сына. Про личную жизнь я просто не афиширую. Да. Пять дней. Да. Выйти в другую позицию. Для вас это будет индивидуальная цена. Сколько стоимость перетерита или сколько стоимость выхода в другую позицию? Стоимость перетерита 59 тысяч. Да. Вы попадаете на ретрит. Да. Я за вас смотрю. Как я за вас на уход. Вы, может быть, приедете на ретрит и будете в номере просто я не знаю, лежать и чем-нибудь приятным заниматься. А потом в конце ретрита подойдете и спустите это. полиплотности перепутал полиплотности про нормальную. У меня в принципе все нормальные. Приезжайте, посмотрим, куда вы выйдете, куда зайдете. чем больше ты познаешь, тем больше ты познаешь, тем больше ты познаешь, что ты вообще ничего не знаешь. ну, во-первых, там всего пять дней, во-вторых, вы же все время, если вы не будете скрывать, что вам жутко плохо, там же необязательный процесс, что нужно обязательно быть на сухих. Я еще раз говорю, ретрит – это не про еду, это про осознание. Вы можете кушать. Вы можете кушать хоть мясо, хоть что вы можете делать. Просто вам не захочется это делать. Там другие процессы идут, но это не про еду. Вы просто понимаете, что ваше тело может обходиться без этого. И очень комфортно существовать в этом. Ученые доказали на сегодняшний день в 48 лет. Пока только 48. Официально доказано. Я не знаю, про кого вы говорите. Я не знаю, как я могу про кого-то сказать. Ну вот приедьте к нему, спросите у него, спросите местных, кто его выносит, кто к нему подносит. Я же вам свой опыт рассказываю. Может быть. Он не взаимодействует с этим. Я не знаю. Я просто говорю, что вы меня спрашиваете про официальную медицину. Я говорю, официальная медицина доказала официально, что можно находиться без еды и без жидкости как минимум 48 лет. Это официальная медицина. Все, что больше, возможно, есть больше. Неси сюда сейчас, я шучу. А там. Да. Вы говорите, что для вас соединение одиночества это прям если вы себя чувствуете комфортно, а это пришло после голодания. Ну да, я раньше любила тусовки, конечно. да нет, мне в принципе думаю, что я до всех доношу, кто хочет принять эту информацию, да. Но да, мне комфортно с этим. Да, я раньше была, я тусовочица была. Для меня как это, ну как в пятницу без ресторана, как это так. Мудрец, конечно, это громко сказано, но так частенько я думаю. Да, да, Такие считаются каким-то минусом, да, то есть там проработка какая-то там. Нет, эти проработки они уже никогда не заканчиваются, в определенных состояниях всегда. Я говорила об этом раньше, у нас в России законодательство не подводит это делать. Ну, ну потому что... Нет, ну в платный чтобы что? Нет, я отрывала, конечно. Это тебе интересно. Мне неинтересно. Да, я отдавала, у меня есть анализы и на сегодняшний день если кто-то, не знаю, там занимался вопросами там зубов и про эти системы, такое же значит, там дофига анализов дает. Я знаю. Ну, как зачем? А вы не можете это сделать зубы? не до такой степени я могу это сделать у себя, это первое, у меня второй момент вы должны понимать, что зубы отросшие на еде и когда нет еды, то зубы их начинают вести, то есть их уже нет жевательного рефлекса. Здорово, вот вы видите, какая вы молодец, вот у меня такого нет, вот мы будем, наверное, совсем на вас по зубам ориентируются. Что? Я не знаю, это нужно будет у вас спросить, почему вы можете научиться меня? Я голодных к себе вообще не подпускаюсь, значит, голодных, у меня страх очень много микроэкономиков, которые это как а как они вам это говорят, просто я ни разу не слышала, мы разговариваем с микроэкономиками. Нет. Мозг есть не только в голове, но и мозг это тоже органы, тоже мозг. Нет? Не знаю, у меня нет там мозга. но мне врач не говорил, что гормональные сбои, потому что у меня мок шалит в животном. Но я же не сразу же, у меня же гормональные сбыты, но когда я была обычным человеком, у меня нет мозга, я облицовала, у меня нет мозга в желудке. Вы же про желудок меня сейчас спросили? Про кишечник. Да нет, не извиняйтесь, зачем вам извиняться? отвечаете, как я слышу очень часто от головы. Вы говорите про чувства, а я вижу как вы закрыты. Я вас полюбую. Я слышу и энергию я много слышу, и ваши вибрации я слышу, я их воспринимаю. Не везде это как бы есть для меня. Вопрос в чем? Не буду это называть. Вопрос в том, что вы можете как вы что такое вы вспыхаете? Как вы открываете? Потом человек благотворится, он что будет с этим делать? Что вы как будете сопровождать? Или что? Нет, я не буду сопровождать. Вы открываетесь, вы находите себя. Как вам еще это сказать? Если вы это не видите, значит, просто может быть я не ваш спикер, вот и все. Что значит находите себя? Вот у вас же много вопросов? ко мне вопросов. Как я знаю вас? Нет, нет. Я знаю себя отлично. Как вы отвечаете на вопрос? На какой вопрос? Как вы себя найдете? Я вам показываю, задаю вам вопросы определенные. у меня нет алгоритма, у меня нет инструкции. Ее никогда не было и никогда не будет. Это не техники. Это просто вы начинаете жить в состоянии потока жизни. Вы входите туда. Вот и отлично. Ну почему не может быть? Ну почему не может быть? Точно даже может быть? Ну вот видите, опять же вы меня все время отменяете, что у меня ограничивают мышления, а сами ограничиваете. Нет, вы же сказали, у вас ограничивающее мышление. По вашему мнению. Не для меня, по вашему мнению. Вы же не знаете, что значит для меня? сказали, что я пока не могу вырастить зубы, потому что я не говорю, что в данном случае у вас было ограничиво еще. Я не сказала, что я не могу вырастить зубы. Я сказала, что я не могу пока вырастить все зубы по новой. Я ответила вам сейчас. Значит так надо было. поводу дубов. У каждого из нас есть три закладки молочных и 3 дубов. И они все доживают. Потому что когда там 80 начинает выпадать дубы, после 80 с 90 до 100 до 100 до 100 он видел как выходят новые молочные дубы к годам с 107 новые коренные выходят. Потом еще Не все доживают просто. А зачем? Это вопрос восприятия. Хочешь сжать в пространство? Мы сейчас здесь сидим сколько времени? Сколько? Полтора часа? А для каждого один диалог, это час может восприниматься. Кому-то один задал вопрос на 5 секунд. Понимаете, восприятие разного. Распринимаете эти 60... Нет, ребят, смотрите, еще тут же дело не только восприятие. Тут же дело в том, что... Я уже говорила, что на многие вопросы, на некоторые вопросы, я не могу ответить в этом пространстве. И в том числе про зубы, я даже похожу на некоторые снимки на ретрите. Но не для всех это нужна информация. Если кто-то хочет творить свою реальность через какие-то осознания, через какие-то там представления себе, пожалуйста, я же не против. У меня это проходит по-другому. И у меня есть некоторые моменты, которые я могу показать. Но это не всем нужно. Не для всех это нужно. И не готовы я некоторые вопросы про себя просто выворачивать наружу. Ну, вы ответили. Спросите себя, для чего они у вас возникли. Я ответила. Я к тому, что это за вторая история. Только для нее, но для тебя. Ну, потому что я-то знаю, что у меня происходит с моими дебанами. Сейчас ты себе через нее задаешь такой вопрос. Для чего ты его задаешь? Я себе уже ничего не задаю. Это ты сейчас вот сюда вот вошел. Я слышу, о чем он говорит. Ты задаешь себе вопрос через меня. Я сидела, я вот такая вот, да, прошу прощения, через меня идут. Через меня идут, может, я просто присоединилась и считала. У меня так бывает, все присоединяется. У меня много знаний просто идут. Хорошо. Это был действительно не мой личный вопрос. Мне очень важно, мне очень интересно развиваться еще более. Как я уже сказала, развиваться в зиму. Все уже разные. Просто позволить себе быть развитым. И позволить себе знать. Вот, я так понимаю, это могу выучить? Позволить себе быть или что? Нет, ни в коем случае не позволить себе быть. Как это? Ну, я вам уже... Вот, смотрите, мы с вами возвращаемся на одно и то же. Если кто-то что-то не услышал, давайте это останется, значит, это не нужно. Значит, вам еще рано. Нет, если вы хотите приходить, я же вам ответил. А там не будет твердо. Я не даю инструкции, я же еще раз говорю. Да. В моем пространстве. Вы находитесь в моем пространстве. Конечно. Я приехала... Я приехала... Я приехала... А семь человек. Да? У меня было очень много вопросов в себе, в жизни. У нас бывают такие моменты. Видите, я могу сразу ответить. Семь, есть много вопросов в себе. Да. Вот с этим я приехала. Я не знала, чем заниматься, что делать. Да, и стрессовое состояние, да. Человек может зайти на оборот на обедание и там найти себя. Стрессом или налетом. Ну да, но это не принесет счастье. Или пойти там, не знаю, не трошенное. Там найти себя. Инструменты-то разные. Ну да. Ребята, я никому не поддерживаю. У меня на оборот все очень жесткое. Я рассказываю. Я просто с вами разговариваю. И все. Там будут просто разговоры про вас. Вот я вам сказала, там просто будут разговоры. Да. Если вы приедете конкретно с вами про вас. И все. Да. 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 Вы просто разговаривали. Ребята, у меня столько много информации. На какой срок, как заходить, как выходить, что делать, если на какой-то день возникают такие-то состояния, такие. У меня же это все расписано. Нет, ретрит не проведу. Я проведу ретрит, не еду. Вам не надо. Вам рано. Нет, ретрит не проведу. А если я приеду? А если не приеду? У меня нет гарантии. Гарантия дает только либо Бог, либо мошенник. Я никем, никем не являюсь. Развивайтесь. Развивайтесь. Вы же требуете от меня, чтобы я вам прогарантировала ваше развитие. Я же вам сказала, в программах поговорить. Все. Я с вами там буду разговаривать. Больше там ничего не будет. Там будут разговоры, там будут гвозди. Там будут игры. Там будут игры. Трансформационные. Там будут губны. Там будут заходы в клетки. Все. А я же вам это уже сказала. И не один раз. Информация по-трансформации. Информация по-трансформации. Да. Ну, просто. Интересно. Расскажи. Как ты относишься на гвозди? Ну, я люблю гвозди. Что даётесь мне делать? Ну, гвозди, это, наверное, какое-то новое состояние, минуя определенный опыт, который сразу за тебя выбрасывает определенное состояние. Ну да, измененное состояние сознания, может быть чистое сознание, но я не знаю, я стояла максимум 4 часа, и я не понимаю, зачем стоять больше, и то я стояла 4 часа, это у меня был период, когда я просто стояла ночью, пока все спали, вот думала о чем-то о своем, думала, а не думала. Там была просто практика, 20 минут не стояла. Я когда зашел внутреннюю чекомиссию, я с определенной готовностью, пациентов 15-20 я был здесь, в этой комнате, 80 в измененном состоянии, там как раз было хорошо, и я решал свой запрос, то есть переходил там из одного, вместо другое, короче путешествовал, и стоял вот на мосты, да, и мне было нехорошо, я не цеплял свой капитал, Я понял, что я не хочу дальше, потому что после даже этих 3 часов, те запросы, которые я поставил, они прямо решили осколкаться от этого, когда я пришел, и просто мне было интересно, что ты просто так путешествуешь, ослабляешься, Ты без запросов практически нет, или просто как-то... Без запросов. Смотри, 3-3-3 то же самое, никаких вопросов не остается. Нет, я не про вопросы, а про вопросы. Ну, то же самое, правда. Давайте дальше разыгрывай. Давайте разыгрывай. Да, давайте вопросы разыгрывай. Ребят, можно потише? Ну, я думаю, что никто не хочет сказать, что наш организм – это божественное создание, да, и он его задумал совершенным инструментом, с той же системой пищеварения, с теми же там ферментами, с устройством, да, с теми же зубами, которые предназначены для того, чтобы пережевывать твердую пищу. Как вы думаете, почему он создал нам такой химии, если там ферменты, тогда не нужна еда? А с чего вы взяли, что все зубы нужны для пережевывания пищи? Ну, хорошо, то есть система пищеварения. Система пищеварения, но я же говорила, я, например, скупаюсь, да? Я заглопнула вот воду. Куда я его, через уши? Нет, нет, для чего тогда ферменты, для расчетения... Я ферменты не видела. Какие ферменты? Мы очень часто говорим про то, чего никогда не видели. Я ничего не отрицаю, я их не видела, говорю. Я не могу отрицать то, чего я не видела. Вы можете туда два пальца засунуть и почувствовать. Ну, так вы же можете просто ток, а то же элементарно. Коснитесь и почувствуйте. Почему? Я говорю, что я это не отрицаю. Да, если я засуну два пальца в рот, мои ферменты, щихотать там не будут, мои пальцы. А если я в розетку засуну два пальца, то ток я почувствую. Очень странная. Я вообще странная. Давай. Генератором чисел выберем сколько? Пять номерочков и со скидочкой, да? Скидочки. Скидочки на любые трансформационные. Да, что мы разобрали? Любая трансформационная игра. Это может быть как проведение ее, гвозди, ретрит Светланы. То есть там будет несколько скидок, которые вытаскивать. Через... Где же все? То есть скидки на любые продукты? Да, скидки на любые продукты. А какие-то... Да, там... Так, я по зоне 1.30. Давай. Какие? 14 первая. Кто у кого есть? 14? Номер... Нет. У кого очень... Я на этот номер. 20%. Скидки на любые продукты. Я опоздал, не положил... 13, подожди. 13 у кого? 13 у тебя? 50%. Все как обычно у тебя? 20. 40%. Процентов добавить просят. Процентов добавить просят. Спасибо. Ой, опять 20. Так. Давайте еще раз. 12. Да. А нам до 36 точно есть. Да. 50%. Что еще у нас одет? Нет. Я думаю, у нас 5 человек мы хотели взять. А, ну давай. 15. 15. 10. Еще ножи наденем? Ну давай еще один. 29. 29. Ага. Давайте еще раз. Переигрываем. 8. 8 есть? 30%. Артем у нас ушел, да? Я бы хотела скидку сделать. 50%. Ребят, есть еще какие-нибудь вопросы? Ко мне или в оперении? Может быть, хотите... Благодарю вас всех, кто пришел. Спасибо огромное. Всех, конечно же, ждем на игры, на ретриты, на встречи. Если у нас будет получаться, то точно так же будем проводить где-то платные встречи, где можно будет позадавать вопросы, с какими придете. Но про микробиоту я не знаю лично. Я ее никогда не видела. Благодарю вас indeed. Спасибо. 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 Спасибо.